И мы едем, едем, едем в далекие крови. Дай мне, пожалуйста, мужа хоккеиста. А тут на тебе! Вообще все по-другому! Вообще все иначе! Все! Мы в Саратове! Здесь достаточно симпатично, смотрите. Прямо я бы даже сказала, очень симпатично, современно, светло, только дождик за окном. И, конечно же, начиная с аэропорта, мы можем увидеть лицо выдающегося советского человека, а именно Юрия Гагарина. Именно в Саратовской области приземлилась капсула Юрия Гагарина, когда он завершил свой полет. В 1961 году, 12 апреля, полет длился 108 минут. Здесь есть целый экран, который показывает весь процесс полета Юрия Гагарина в космос. Посмотрите, как происходит отделение каждой ступени ракеты. Все нюансы полета здесь продемонстрированы. Привет, космический Саратов! Я жду свой розовый чемодан, большой розовый чемодан. В прошлый раз у меня тоже был розовый, но чуть поменьше. В этот раз я поняла, что хочу менять как можно больше образов в этих прекрасных городах нашей необъятной Родины. Итак, мы готовы выходить в открытый космос Саратова. Надя, что скажешь? Поехали! 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 да конечно после трех городов сибири ощущение будто мы но не сказать что на юге учитывая туман и дождь но где-нибудь на экваторе как раз таки в саратове да серьезно прям почти на юге надюш я хочу начать с юмора как обычно люблю пошутить покажу тебе очень популярный мем про саратов ну-ка связан он непосредственно с чувствами жителей гостей города о том что попадая в саратов он настолько затягивает что невозможно из него выбраться проверим это мы проверим также его иногда связывают с длиной моста который сейчас находится примерно рядом с нами и его длина кажется настолько бесконечной что мем идеально заходит сюда надюша как ты думаешь какое в этот раз мы получим задание от любимой команды ты знаешь мыслей много но глядя на волгу мне кажется нам каждый переплыть какие-то а интересным образом а ты что думаешь у меня на самом деле было что-то тоже связано с волгой но допустим поймать рыбу что здесь есть сом это другая речная рыба приготовить ее на мангале я всегда про еду извините я могу переплыть приплыть к тебе и поесть согласны да конечно ребята просто посмотрите какой вид открывается моего номера гостиницы это волга матушка как говорится всегда пребывает дичайшим восторге когда вижу волгу подождите то сообщение от команды привет девчонки привезите из саратова хорошее настроение 5 плохих шуток победители усложняет жизнь побежденному мне конечно не очень хочется усложнять жизнь надя хотя кого я обманываю хочется я уже даже придумала что это может быть за желание мое потайное надя берегись есть ощущение что я пришла на местный арбат друзья в саратове есть свой маленький французский уголок смотрите эфелева башня ребята я такая счастливая мой масик меня отвез в словакию я так давно хотела прогуляться по европе вы не представляете вы только посмотрите на эту красоту это же словакия собственно иду иду и тут понимаете меня зовут кто считает также пожалуйста пишите об этом в комментариях и не ставьте побольше лайков мое путешествие по прекрасному саратова продолжается я по-прежнему пытаюсь вытащить из людей шуточки интересно надя там уже сколько шуточек насобирала девчонки этот контент для вас мы сейчас находимся у памятника который называется огней так много золотых его неофициальное название памятник холостячки а все почему потому что есть поверье что если ты постоишь с ним вот так вот за ручку погладишь его поцелуешь ну и так далее да все мы знаем что нужно делать то ты обязательно выйдешь замуж поэтому сейчас я пообнимаюсь с ним по максимуму он как раз похож на хоккеиста у него широкие плечи он высокий он как будто бы только что вышел с кубком уже готовый передать его мне чтобы я потрогала его короче дай мне пожалуйста мужа хоккеиста я пришла на театральную площадь прямо за мной находится саратовский государственный театр оперы и балетов к сожалению мы его застали в состоянии реконструкции как я понимаю и что хочет сказать что это одно из исторических зданий не только в поволжье но и в самой россии основан он был 1803 году если мне не изменяет память ну что же попробуем здесь кого-нибудь поймать и узнать парочку шуток скажите пожалуйста какую-нибудь шутку про саратов если вы идете по дороге видеть что на ней нет воды значит у него саратове отлично а что-нибудь еще есть пока не пропоминаю котятки мои я к вам с жалобами и нытьем саратове не самые приветливые люди потому что сегодня меня пытались послать не только меня вообще нас на нашу команду став персонал который занимается съемками шоу пытались послать два раза уже за короткий период времени сначала это была какая-то девочка аля пацанка с собакой которая наехала на меня хотя ее собака первая начала ко мне приставать и хотела со мной подружиться познакомиться дальше мы хотели пообщаться с бабушками бабушки обычно олицетворяют добро веселье и уют они нас послали обвинили в том что мы их незаконно снимаем хотя мы даже не снимали у меня пока осадочек такой не самый приятный скажите пожалуйста какие шутки вы знаете про саратов есть ли что-то да но есть одна шутка она может быть не очень корректная но я его ее вам скажу то есть эта шутка она звучит так саратов это вокруг горы а посередине воры ну не знаю насколько она правдивая как бы люди здесь разные живут вот меня отец сюда привез в 1968 году с севера он закончил службу и выбрал этот город вот ну и значит когда приехали мы в саратов родителям что-то здесь было не очень уютно не очень комфортно хотя город выбирали зеленый он был очень зеленый очень красивый фрукты овощи в изобилии но что-то не понравилось моим родителям то ли у купеческий склад характера местных жителей вот то ли еще что-то и решили меняться менялись 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 все равно остались в саратове мы с сестрой окончили вуз остались в саратове уехали по направлению вернулись в саратов и дети наши родились саратове и в конце концов мы отцу очень благодарны что он нас привез в этот город потому что в общем нам здесь хорошо не факт что все люди здесь какие-то хмурые неприветливые потому что возможно мы кому-то подходим хотим с ними завязать какое-то общение люди может быть боятся заводить новые знакомства или просто с кем-то контактировать коммуницировать или просто они полны своих забот и проблем кто-то понятное дело вообще находится на рабочем месте поэтому я думаю не будем пока грести всех под одну гребенку вперед вешать нос и выполнять задание интересно катюшка там уже нашла что-нибудь или нет гуляю я по улицам саратов привет да а можно вас за деньги за сколько миллион долларов и банка варенья банка варенья есть и миллион долларов а вы знаете какую-нибудь шутку или анекдот про саратов а не про саратов а как вы думаете почему саратов называется городом мемом мы не совсем местная вы двухместные спасибо слушайте вы только что мне кажется а давайте засос у меня просто у меня слишком коротко это было очень хорошо спасибо классный коль лучше кажется я знаю кто может качественно пошутить здравствуйте вы можете воспроизвести какую-нибудь шутку или анекдот ну конечно слушаем вас как вы думаете почему толстых женщин они перегибают палку друзья посмотрите в центре саратова есть стадион динамо люди прямо сейчас здесь у меня спортом несмотря на промозглую погоду очень большой и яркий стадион на стадионе оборудовано футбольное поле здесь причем натуральное травяное покрытие когда лето соответственно и установлены трибуны с пластиковыми креслами здесь проходят тренировки разных команд из саратова также здесь оборудован тренажерный зал и по краям стоят беговые дорожки на которые занимаются легкоатлеты зимой здесь заливается каток можно прийти со своими коньками можно взять на прокат также есть секции легкая атлетика шейпинг футбол беговая дорожка хоккейный клуб конечно же ушу карате тренажерный зал хотелось бы вас познакомиться одним из главных достояний саратова это конечно же саратовская гармоника музыкальный инструмент который был очень популярным свое время свои истоки он берет 19 веке и как раз таки мы с вами пришли музею саратовской гармоники там конечно написано музей работает по предварительной записи но давайте попробуем спросить что-то получится вот наш мактус и не получится спросить друзья мы не смогли попасть музей саратовской гармоники но мы смогли ее найти на улице города саратова а именно на проспекте столыпина и собственно говоря что же еще хочется сказать что огней так много золотых на улицах саратова парней так много холостых а я люблю женатого как то так спасибо мари ванна спрашивает павлик а ты когда вырастешь кем хочешь стать а я мари ванна хочу жениться жене покупать дорогие шубы золото бриллианты купить и красный феррари последней модели о младец павлик садись а ты вовочка чем хочешь стать а я мари ванна раньше хотел быть космонавтом а теперь хочу быть женой павлика прямо сейчас за моей спиной находится саратовский мост во время его строительства здесь происходили съемки фильма строится мост конечно же там участвовали популярные советские артисты олег дали евгений евстигнеев конечно же уроженец города саратова олег табаков ну и конечно многие другие построился наш мост 1965 году и на тот момент это был самый длинный мост в европе его длина составляет 2825 метров у него есть высокие части и есть низкие части высокие части этого моста нужны для того чтобы речные суда свободу могли под ними проходить ну и конечно же вечером его интересный силуэт подчеркивает подсветка скажите пожалуйста екатерина зачем же вы привели меня сюда во-первых я скажу дорогим зрителям куда я тебя привела это скамья любви и примирения но я привела тебя сюда не для того чтобы с тобой помириться подружиться а для того чтобы тебе сказать о том что никакая скамья не поможет тебе в том чтобы обыграть меня но и на здоровье на же просили сценаристы поддерживать мы все不起-то на сумме и тебе люблю врешь и приятно вру Ребят, я, конечно, ни на что не намекаю, но в Саратове есть бесплатный кекс, смотрите. Вы можете подумать, что я нахожусь возле Хогвартса, но нет, это Саратовская государственная консерватория имени Леонида Витальевича Собинова. На минуточку заслуженного артиста императорских театров, да. Как я уже говорила, консерватория берет свое начало в 1912 году. Здесь много знаменитых выпускников, которых мы с вами знаем, о которых мы с вами слышали. Эдуард Хиль, Галина Беседина, Тамара Ильинична Синявская. И можно дальше перечислять эти великие и значимые для нас имена. Господа, сейчас я приобрету билет и пойду на концерт в Саратовскую государственную консерваторию, в БЗК, что означает Большой зал консерватории. Оп-оп, конечно, покажу вам, что там будет внутри. Вы знаете, мне очень стыдно, но я опаздываю немножко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы только послушайте, это многообразие звука. Концерт закончился, я уже спускаюсь вниз. А занятия еще и репетиции продолжаются. Сегодня у вас игра будет с нашими, с хоккейным клубом «Кристалл». Мы гордимся тем, что в нашем хоккейном клубе прямо в начале своей карьеры играл замечательный хоккеист Михайлов. И вообще очень много наших ребят, я сейчас не могу сказать, я занималась фигурным катанием, параллельно занималась младшая группа наших, в общем-то, хоккейной команды. И очень многие потом вошли в центральные клубы нашей России. Вот чем мы гордимся. Но самое главное, я набралась вдохновения, напиталась духом творчества и готова искать новые шутки. Потому что иначе это уже не шутки, надо их найти. Ребяточки, я что-то решила, что за шутками нужно съездить в Саратовский лимонарий. У всех ассоциаций, что лимоны это кислое, то есть обычно от них мимика такая, скорее грустная, чем веселая. А я решила сломать систему и проверить, а вдруг? Один билет стоит 390 рублей. Вполне себе доступная цена. Здесь очень тепло, меня это радует несказанно, потому что на улице промозглая, холодная, дождливая погода. И здесь можно согреться. Также здесь можно полюбоваться на прекрасные лимончики, которые напоминают нам солнце своим цветом, своей формой. Короче, здесь классно. Здесь можно приобрести, конечно же, сувенирную продукцию. И не только сувенирную, но и съедобную. Джемы, варенья, всякие соки, некий цитронад, чипсы из апельсина и лимона. Сам лимон непосредственно. Смотрите, есть такая шутка популярная, что невозможно покинуть Саратов. Знаете, такой мем видели? Да. Как вы думаете, почему? Вот сам вот никак не могу покинуть Саратов. Настолько его люблю, что никак не могу. А, то есть Саратов нельзя покинуть? Нельзя, потому что очень сильно его любишь. А за что вы любите Саратов, расскажите? Ну, не знаю. Девушки очень красивые, голды. А хоккей любите? Хоккей люблю, немного слежу, да. За кристаллом, за местным? Да, ну, естественно, за кем еще? Сегодня пойдете на игру? Сегодня работа, к сожалению. Но я знаю человека, который по любому планету. Кто этот? Мы можем ему позвонить, может быть, даже еще какую-то шутку нам расскажет. Александр! Саш! Ага. Как дела у тебя? Нормально, планирую, на хоккей вам планировал звонить. Вот, ты идешь сегодня на хоккей, я так понял, да? Да, да, да. Ты нам скажи, пожалуйста, ты давно за хоккеем вот это вот следишь? За кристаллом? Ну, да. Да нет. Нет? Два дня, наверное, да? Здравствуйте. Здравствуйте. А я представляю команду вашего сегодняшнего противника, меня Катя зовут. Вообще приятно. Очень приятно. А когда вы меня увидите, вам еще приятнее будет. У нас задание от команды просто найти в Саратове шутки, а в Саратове все-таки стеснительные. И поэтому... Нет, Александр вообще не стеснительный. Саня, ты знаешь какие-нибудь шутки про Саратов? Про Саратов шутки? Да, но он нам же стеснялся. Так, у нас все стеснительные. Все, к тебе тогда подойдут на хоккейные матчи, и ты ее обязательно озвучишь, хорошо? Да, пожалуйста. Мы на тебя надеемся. Вся команда Лимонерии на тебя надеется. Ты наш спаситель. Но я не забываю про главное задание свое, поэтому мне еще здесь нужно найти что-то веселое, смешное. Может быть, мне кто-то расскажет о них, может быть, я сама сейчас попробую взять в рот лимон и рассказать шутку. Друзья, сейчас будет исторический момент. Ведущая хоккейного клуба Юнисон Москва будет резать этот лимон этим прекрасным ножом. А где я взяла этот лимон, спросите вы? Я его украла в лимонарии, в котором мы только что были. Ну что ж, попробуем. Нож я, кстати, тоже украла. Моя задача на самом деле будет съесть этот лимон, ну не весь, я надеюсь, и воспроизвести с лимоном во рту анекдот, который я уже подготовила. Анекдот, конечно же, будет про лимон. Он очень кислый, потому что он натуральный. Он без каких-либо добавок. Пассажир поездов. Москва, Москва, Благовосток. Каждый день заказывал себе чай. И к концу поездки он собрал целый лимон и привез его дочке. Вкусно. Очень вкусно. Ну что, друзья, я ухожу из лимонария, мне не удалось выпытать шутки из людей, поэтому я пошутила сама. А вы уже оценивайте в комментариях, как это было. Друзья, у меня тут появилась идея, которую я решила воплотить. Для этой идеи мне требуется непосредственно бумага и маркеры. Я решила нарисовать плакат и вместе с ним прийти сегодня на матч и поддерживать наших ребят. Потому что они сказали, что когда мы кричим, нас не слышно. Вот такой плакат у меня получился. Так что буду сегодня стоять болеть за ребят. Дело в том, что моя коллега Екатерина мечтает о том, чтобы ее муж был хоккеистом. Я решила взять все в свои руки. В общем, вот такая шутка-минутка прибаводка у меня получилась. Надеюсь, я сегодня победю. Победю. Побеждю. Одержу победу. Вот. Ну что, я уже у Ледового дворца спорта Кристалл. Сейчас буду заходить внутрь, все вам покажу. Конечно же, с трепетом ждать игру буду. Прямо на входе стоит ведущий, что-то анонсирует, рассказывает, активно зазывает всех проходить на арену. Очень классно. Так что нас уже ждут, нас зовут. Поэтому давайте заходить внутрь. Вот так выглядит вход. Здесь у нас можно приобрести попкорн и сладкую вату, сделать фотографии в фотозоне, кофе и шоколад. Кофейня. Слушайте, я тут встретила Надю, у нее какой-то мешок. Сейчас мы у нее спросим, что это за мешок. Надюша, что у тебя за мешок? У меня здесь... Шутки? Нет, здесь у меня плакатик, который я нарисовала для наших ребят. Вот этими вот ручонками вообще рисовать не умею. Сидела, старалась, выводила, все закрашивала. Это моя холостая, умница. Но сегодня точно нужно побеждать. Да, это точно. Я столько туда сил и энергии вложила. Привет. Один здесь отдыхаешь? Там матча осталось 5 минут, сейчас оттуда пойдут хоккеисты. Так, зрители потихонечку собираются. Ребят, смотрите, какие здесь трибуны. Мы уходим тем же путем. Катся быстрее! Девочки, девочки, стойте. Слушай, почему мы присем. Стойте, девочки, никуда не бегайте. Мы здесь, здесь. Алло, алло, стойте, стойте. Сань. Это, а вы в Пензу поедете? Да. Ах, тиши. А вы снова в Пензу поедете? Да. Сань. Слушай, вот у девочки блогеры, у них очень красивые две. Я сюда думал, что четыре, а у вас оказалось две. Это наши другие личности. Можете с ними игрушки передать, Сань. Вы в Москву поедете? Мы сначала в Пензу, в Самару, а потом в Москву. Одного нет, я туда не получаю. Нет, конечно. Можете с ними игрушки передать. Ну, а мы идем занимать свое место на трибунах, чтобы поддержать, чтобы поддерживать наших ребят. Полтора часа потратила вот этими ручками, с любовью, от души. Чтобы они, если не слышат, то хотя бы видели. Главная шутка от меня. И это не шутка. Я считаю, я победила. Это не шутки. Мы встретились на хоккее. Игра началась. Смотрим, переживаем, болеем. Нападающий Кристалла на скорости закладывал корпус и вылезал на ближнюю штангу ворот Рафаэля Хакимова. Голкипер Юнисон Москва до последнего самоотверженно защищал ворота своей команды, стараясь не допустить пропущенной шайбы даже путем собственной травмы. В результате Хакимов покинул площадку лишь при помощи партнеров. Команда потеряла основного голкипера. А место в воротах занял Арслан Шигапов, который был MVP Кубка региона в 2024, но в ВХЛ пока что совершает лишь первые шаги. Непростая ситуация для Юнисона на старте этого матча и всей выездной серии. Друзья, закончился первый период счет 1-0 в пользу команды соперников. Давайте попробуем с вами с кем-нибудь пообщаться. Может быть получится узнать какие-то шутки, но если честно, сейчас вообще не до шуток, потому что ситуация достаточно напряженная. Как я уже говорила, Рафаэль Хакимов получил травму, в ворота встал Арслан Шигапов. Ребята борются, скорости неимоверные. Мы болеем, поддерживаем. Внутри немножко затрясет. Очень напряженно. Ждем второй период. Друзья, я вам уже говорила о неприветливости жителей Саратова. Прямо сейчас на меня наехали на трибунах какие-то 15-летки. Я не знаю, даже может быть меньше. Они меня уже пытались как-то толкать, говоря, что они делают это не специально. Очень неприятные слова кричали сзади. Короче, болельщики тут очень увлекательные. Как вы думаете, почему Саратов называют городом мемом? Нету такого. Кто называет? Все называют. Покажите. Мем могу показать про Саратов. Сейчас, секунду. Если будет не смешной, не считай. Тогда не показывай. Ладно, окей. Чем нравится Кристалл? Расскажите. Давайте три причины. Команда развивается и команда тянется к победе. Последние три игры были просто великолепны. А то, как мы раскатали звезду, ну это легенда. Расскажите. Живи, давай! Четыре, три, два, один. Конец периода. Один-один. Нет! Лучше. Счет один-один. Мы находимся на ледовой арене «Кристалл». Ледовый дворец города «Кристалл». И, вроде бы, здесь должно быть прохлада, но, поверьте мне, здесь я, как говорится, температура кипят. А вы давно болеете за «Кристалл»? Да, ну, как сказать, не так давно, но я просто сам еще играю в ночной хоккейной лиге. И, то есть, как бы, здесь много, как бы, собираемся, много друзей, товарищей, соплеменников. То есть, такие, как бы, позитивные эмоции все испытывают. С детьми много приходят, поэтому надо и детей, и молодежь приучать, смотреть. Да, я напомню, что ночная хоккейная лига – это очень престижная лига в нашей стране. Ну, да, у нас ездит и в Сочи. У нас ездим с периодичностью в Сочи, играем на официальных турнирах. Какое у вас амплуа в команде? Нападающим. Естественно, я прям знала. Вот всегда чувствую нападающим. Я, между прочим, даже когда делал жене предложение, это было во дворце спорта. Вы на нее напали? Нет. Просто… Забросили ей шайбу? Нет, было красиво. Это перед матчем было официальным. Потушили свет в дворце и потом так точечно выводили меня, ее, то есть один на площадке, то есть красиво было. Народу тоже было много. Это было не забываемо. Самый креатив, который был вообще. Она плакала? Ну, слезы были. Надеюсь, не от смеха? Нет. Я хотела найти шутки, в итоге вы меня растрогали, сейчас я заплачу. Скажите, классно, что пожелаете болельщикам? Да что, самое главное – здоровья, позитива, удачи, чтобы мы всегда оставались бодрыми. Мы любили спорт. Начался третий период. Вперед! Ребята уже весь на льду. Трибуны кричат вперед, Саратов. Но мы готовы болеть за наших ребят. И верим в них и держим плачку, смотрите. Друзья, это, наверное, самый драматичный матч за начало сезона. У меня тучутся руки вот так. Не шучу. Осталось пять минут до окончания всего матча. Счет 3-1 не в нашу пользу. Я очень надеюсь, что удастся сравнять. Слава, у меня нет больше всего. Друзья, нас наказали политом, но они его не реализовали. Просто лайк за согласие. Сегодня не в нашу пользу, хотя была возможность. Мы сегодня играли очень хорошо. Это был настоящий хоккей. Хоккейный клуб «Кристалл» одержал победу с счетом 3-1. Было много разных моментов опасных. Голевых даже был булит в сторону наших ворот. Но что хочется сказать. Да, ребята проиграли. Но то, что сегодня происходило на льду, я не так давно наблюдаю за хоккеем. Это была вообще другая игра. Это были какие-то лютые скорости. Прямо они, я не знаю, разозлились, включились, вдохновились. Я не знаю, что произошло. Но за этим было настолько трепетно наблюдать до последней секунды. Я даже не заметила, как пролетело это время. Потому что настолько была завораживающая игра. Только что поступили очень печальные новости. Рафаэль Хакимов, наш вратарь, уезжает в больницу в Москву. И для него заканчивается эта выездная серия. Я надеюсь, что все будет дальше хорошо. Что он восстановится. Но мне, конечно, максимально грустно. Хочется плакать. Даже нет слов. И точно могу сказать одно, что мы приехали сюда за шутками в Саратов. Но получилось так, что шутки с Саратовом плохи. Всем здоровья. Особенно нашему Рафаэлю. Вы знаете, мы приехали в Саратов за шутками, получается. Задание у нас было найти шутки. Но, если честно, сейчас как раз-таки тот момент, когда как-то не до них. Мы все равно поддержим наших ребят. Вот это все. Проиграли сегодня 3-1. В конце не хватило. Пропустили две быстрые шайбы в третьем периоде. И не смогли сравнивать. Очень много бросков нанесли. И вообще по всем статистическим показателям превзошли кристалл. Но, тем не менее, на табло это не отразилось. Как думать, почему все-таки получилось? Я считаю, нам нужно работать над реализацией своих моментов. Моментов, правда, было очень много. Где-то не хватило одного точного броска, чтобы дать команде импульс какой-то. Катя, ну что, удалось ли тебе найти шутки в Саратове? Ой, Надюша, тяжело было. Очень тяжело, на самом деле. Потому что люди какие-то необщительные. Никто не знает анекдотов, не может вспомнить. Никто не может мне объяснить, почему Саратов можно назвать городом мемом. Почему невозможно покинуть Саратов. И я сделала вывод, что с Саратовом шутки так себе. Сама что-то пособирала по городу. Смешные вывески, коней. Ну, на этом все. Как у тебя дела? Ты знаешь, у меня есть анекдот, парочку шуток. Но у меня самое главное, что есть. Гвоздь программа. Конечно, может, это не совсем шутка. Но это забавно и смешно. Опа! Я поняла, о чем ты. Ну, слушай, в таком случае, во-первых, это, конечно же, не шутка. И я отдаю тебе победу. А вы, пожалуйста, пишите в комментариях, кто хочет заполучить вот эту чудесную особу. И чем больше комплиментов вы напишете, тем более велики ваши шансы на победу. Как у меня сегодня. Ну, точно победила, точно загадывай желание. Хорошо. Ну, что, короче, ты шутки нашла? Ладно. Подождите, у меня теперь. Иди навстречу своему счастью. Можно назвать городом всю хитовую шоу. Ты же всегда стоишь около камеры, когда ты снимаешь. Да, да, да. А ты просто такой хит. Так, все. Работаю. Я не могу без тебя. Все. Все. Что в жизни? Да, господи, давай уже нормально, ладно? Давай, поехали, работаем. Мы все вместе делаем, потому что нам надо как-то все это вывозить. Ну, работаем? Да. Давно уже. Я попрошу, чтобы все это добавили. Попрошу тебя. Чтобы солнце грело. Попрошу тебя. Пожалуйста, мы можем сделать это попозже? Я не могу. Нет, давай, все. Работаем. Я не могу. Будешь тогда без меня записывать. Супер. Идеально. Мы искали шутки. Это наши шутки.